Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами сегодня я, Алексей Сорокин и отцы в деле. Сегодня скорбь и почти другая страна. Безнародных наставников и правильного государственного образования не будет государства, которые ценят семью как инструмент наставничества. Почему такое настроение? Потому что 4 июня не стало нашего, как я говорил, отца отцов, наставника, мастера слова, Юрия Алексеевича Никитина. Каждый новый день в паутину сети интернета, сплетенную из десятка разных экономических, политических, важных новостей, попадает не кролог, а смерти очередного героя нашего времени. Именно так мы воспринимаем очередного почившего Бозе, кто, как и я, родился в Советском Союзе и сделан я в СССР. Эти люди, попавшие в новостные строки в свой последний раз, представляют для нас итоговые страницы книги памяти о Великом Комсомольском, а в данном случае Владимирском времени и светлом пути строительства коммунизма, которое олицетворял собой наш отец отцов Юрий Алексеевич. Для меня произносить эти слова, поверьте, так же тяжело, как будто записывать потери наших войск, озвученные по радио Левитаном в сводках в Советском Союзе. Первые полтора года Великой Отечественной войны. И все. Финита ля комедия, как говорил Юрий Алексеевич. В нашем подсознании звучат не переставая траурные марши Шопена. Нет и никогда уже не будет той страны, в которой мы, советские люди, родились, прожили большую часть своей жизни. И не потому, что союз лопнул и осталась одна Российская Федерация, а потому, что вместе с мечтой о счастливом будущем исчезла марксистско-ленинская идеология. Мы не рабы, человек человеку, друг, товарищ, брат. Кто-то говорил, что мы знающие, а не верующие. И наша цель – коммунизм. Уничтожены краеугольные ценности построения общества из разных, но равных в воспитании, образовании, культуре и трудне. Главное, что была похоронена партия КПСС, а вместе с ней встроенная система воспитания молодежи через ее участие в детско-юношеских наставнических организациях, где октября-то с 7 лет, пионерия с 11, в ЛКСМ с 14 до 18, где ельцинская демократия, заявленная перестройка Горбачева, уничтожила страну развитого социализма при полном неведении народа этой страны. По мнению и воспоминанию дорогого друга, в СССР тогда не нашлось настоящего коммуниста, идейного лидера, ну, своего рода своего, Дэн Сяопина, способного глубоко осмыслить проблемы, но той же Хрущевской отте передать им должную оценку, предложить программу нового социализма. Предатели-плохиши, выкинув партбилеты, без всяких референдумов, захватили власть, навязали сначала поколению дорогого друга, а потом и нам, подрастающим, чужую программу, саморазрушение и полное подчинение США. И последнее, о чем скорбил дорогой учитель, это был то, что он понимал тонко, для уничтожения государства нужно взорвать образование. Но чтобы сделать это по-тихому, заложили не ядреную бомбу, а нейтронную. И вот результат, о котором Юрий Алексеевич поведал в экспедициях по Владимирским проселкам. Здание школы осталось, а все, кто в нее ходил, программы, педагоги, дети, стали просто другими. Кто-то подумает, что сегодня в школе вообще нет никакой системы воспитания. И я вам, знаете, что скажу, вы будете неправы. Вот уже 25 лет учителей школ принуждают через западные программы, стандарты, учебники, воспитывать в наших детях толерантное поведение. Не то, как правильно читать и видеть смысл наших русских сказок, в трактовке которого умело и самозабвенно практиковался Юрий Алексеевич, а то, как правильно понять, на что нацелены западные принципы воспитания толерантной личности. Ну и вот, например, как он говорил, по сказке о Колобке можно изучать астрономию. Сидя на коленке у дорогого деда Юры, Юнет смог четко впитать русский принцип жизнеуклада в воспитании пассионария, а не толерантность, где она сирич терпимости. Дальше была скорбь общая, где отцы и деды понимали, что нони на выходе из школы ждут непассионарную личность с яркими творческими талантами и активной жизненной позицией, а такого спокойного, лучше малограмотного, заискивающего обывателя, согласного, без особых возражений, выполнять чужие поручения и работать любые работы. Молодежь, к сожалению, очень знает мало исторических фактов, очень мало знает о той территории, на которой проживает. И, казалось бы, есть управление образованием, есть министерство образования, есть много структур, которые этим специально должны заниматься. А по результатам мы видим, что тут или не так учат, или не доходят до наших детей, или не нашли ключик, чтобы детишки загорелись этим. А без знаний своей родины, своего края, своей истории, ну как можно говорить о патриотизме, о котором мы сейчас очень много говорим. Очень много и президент, на всех уровнях надо развивать патриотизм. Поэтому вот мы две организации, мы очень тесно сотрудничаем, мы считаем своим долгом, что вот это надо каким-то образом поднимать эффект. Как-то в одной из встреч, при написании исторического экскурса по нашей любимой Владимирской земле, кстати, на нашем сайте есть раздел «Любимая земля Владимирска», посвященный уже много лет работе Юрия Алексеевича и Евгения Лактионова по книгам по Владимирским проселкам. Проходите, посмотрите. Так вот, Юрий Алексеевич вспомнил, что в 2007 году западные хозяева устав министра образования Фурсенко заявили о нападении на парадигму советской системы образования. Нужно признать формирование человека-творца недостатком. А главная цель российского образования – взрастить потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других. А уж насколько при таких измышлениях элитарного дяди наш дед Юра был крепок на русское словцо, применяя художественные образы. Здесь, поверьте, сомневаться не надо. Он сам был творцом и созидателем и хотел вокруг себя видеть таких же последователей, чего стоит только его работа над своей, родословной. И как же он был рад слышать, когда мы с Евгением Евгеньевичем заявили о создании проекта Музея семьи. Теперь посмотрите вокруг. Особенно обратите внимание на поведение и образ жизни молодежи нынешнего поколения, нынешних школьников и студентов, родившихся после 2000 года. У кого-то еще остались сомнения, что цели Вашингтонского обкома успешно решены и достигнуты. Как факт, подтверждающий этот вывод, решение Германа Грефа сделать блогера-рэпера Таню Милохина главным лицом молодежи на экономическом форуме в Питере. Теперь этот удачливый тиктокер с миллионами подписчиков в социальных сетях без всякого образования, опыта и жизнепонимания, являясь виртуальным кумиром на год, ну пока не предложит другого, нового. Без образов в голове, которые рождают у ребенка наши родные сказки, рассказанный дедом Юрой, объявлен на государственном уровне примером успеха в современном информационном, подчеркиваю, мире для онлайн-манипулирования вместо классического образования школьников и студентов. Итак, судя по всем официальным незаявлениям о проблемах российского образования, мы окончательно его уничтожили и навсегда похоронили, тем самым укрепив скорбь дорогого наставника Юрия Алексеевича. И теперь, когда свой земной путь закончил наш родной великий интеллектуал-современник, через цифровое онлайн-образование будут создавать новую страну для толерантной молодежи, посадив ее на наркотическую зависимость от развлечений и потреблений. А кто сегодня дает образование того и государству? Мы все оказались теперь в другой России, без строгого нашего деда, рисующего в голове чада великие русские образы, но со словами того же Грефа. Если вчера Сбер был для человека только банком, то сегодня мы становимся его помощником по жизни для решения всех, насущных задач. Мы хотим приходить туда, где возникают новые потребности. В экосистеме Сбера уже 81 позиция по направлениям для бизнеса. И добро пожаловать в новую Россию. В тот момент, когда мы схоронили деда эпоху, оставив себе наследие в виде написанных им краеведческих исторических фолиантов книг и тех передач, которые были сняты здесь, на телеканале «Вариант». Спасибо вам.